В доме состоялась встреча Володого Вадима Владимировича, завестителя министра НБД, на который я записалась заранее и задавала вопросы по своему обыску. В частности, задавала вопросы, почему мы привлечем ОМОН при обыске, то есть какие были обоснования для привлечения ОМОНа, чтобы на безоружных женщин, для детьми была направлена целая группа. Это меняется вопрос. В какое время суток должен проводить обыск? Почему это дело в 7 стран в темное время суток? То есть для того, чтобы психологически давить, тогда я спрашивала о том, почему мне не было предоставлено возможности вызвать адвоката или проконсультироваться. Задала еще ряд вопросов, касаемых того, на каком основании были изъяты вещи моих гостей, а также изъяты вещи из офиса. На все вопросы Вадим Владимирович мне отвечал, что он не будет мне давать юридическую консультацию, что он не для этого здесь посажен, а у меня вопрос для чего. Для чего тогда он посажен, если он не готов отвечать на вопросы? Предложил мне мои жалобы просто в письменном виде подать, а они в 30-дневный срок мне пришлют ответ. Вы понимаете, просто отписка. Ну сколько мы можем терпеть, когда просто из нас, извините, из людей делают дураков? Я считаю, что нам людям нужно понять, что кроме себя, мы, самих себя, нам действительно защищать, нас защищать некому. Силовые структуры, к сожалению, сейчас выполняют функцию не правоохранительных органов, которые защищают права людей, а органов прессинга и преследования, судя по той тенденции, которая происходит. И после вот этого приема я еще больше убедилась, что машина репрессий и машина подавления, она заработала во всю катушку и меня готова просто растоптать. И это понятно, ведь я встала за защиту земли, за защиту прав людей, вопреки интересам таких акул, бизнеса, как Герман Греф, Игорь Попаев, Евтушенко, как Харакортик, который сюда назначен Кремлем и, видимо, проводит политику Кремля. А мы здесь, коренные жители, стараемся защитить себя и свое будущее. Так давайте покажем то, что все-таки сильнее, справедливость и желание народа сохранить свою землю или же все-таки корыстные интересы некоторых личностей.